И снова добрый вечер. В прямом эфире Вести Ульяновск в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. День ВВС. Военная авиация отметила свой праздник. Репортаж из аэропорта Восточный через пару минут. Страшный суицид средь бела дня в Ульяновске. Мужчина бросился под трамвай. Подробности впереди. На свежем воздухе давали мастер-классы, а внутри фоков проверяли ремонты. Как в регионе прошел день физкультурника. Хранят мир с воздуха, служат на благо России и за ее пределами. В день военно-воздушных сил глава нашего региона поздравил 235-й военно-транспортный полк, который базируется на территории аэропорта Восточный. Парадная форма, идеальная выправка, твердый взгляд. Перед военным начальством и региональной властью на фоне крылатой техники ряды военнослужащих принимают поздравления со 106-й годовщиной создания ВВС России. Славная история военно-воздушных сил создавалась многими поколениями военных летчиков и авиационных специалистов, учеными, конструкторами и испытателями. Сегодня военнослужащие военно-транспортной авиации на высоком профессиональном уровне выполняют задачи по всей территории России и за ее пределами. Высокая выучка личного состава, умелые использования боевых возможностей современных акционных комплексов – залог высокой боеготовности военно-транспортной авиации. О высокой боеготовности военно-транспортной авиации нашей страны мир знает не понаслышке. 235-й полк в Ульяновской области был возрожден в прошлом году и является частью российской военной авиации. Мы гордимся вами. Мы восторгаемся красотой и силой военной и военно-транспортной авиации. Мы испытываем чувство глубочайшей благодарности отношения к вам, к людям, которые создают воздушный флот нашего великого государства и умело его используют. Я еще раз хочу поздравить вас от имени государственной власти нашей страны и региона с Днем военно-космических сил Российской Федерации. Официальную церемонию сменяет экскурсия по военной части. Главе региона демонстрируют боевую технику и новые блестящие казармы. Таких помещений для службы в армии по стране немного. Об этом свидетельствуют и сами ребята-срочники. Прибыл я около четырех месяцев назад сюда. Мне здесь очень нравится и я всем доволен. Это лучшая часть, в которой я побывал. Я был в четырех частях для этого. Город Туфа, Псков, Тверь, Оренбург. И отношения здесь совсем другое у начальства и у контрактников. Таким отношением к службе и товарищам местная 235-я военно-транспортная часть планируют приятно удивлять и дальше. Елена Тимонина, Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. ЧП в центре Ульяновска. Сегодня на перекрестке улиц Радищева и Рылеева молодой мужчина бросился под трамвай. По словам очевидцев, сначала 28-летний молодой человек славянской наружности бегал босым по тротуару и с испачканными кровью руками приставал к прохожим. А затем он выбежал на проезжую часть. Здесь вот отсюда из двора выбегает человек. Он на меня пытается напасть, так руки в крови. Он мне, а-а-а, я прохожу, думаю, ну может розыгрыш какой-то. Мало ли краской обмажутся, бегают. Он вышел на дорогу, стал взад-вперед вдоль трамвайных путей машины искать, под какой бы броситься. Сначала под маршрутку, маршрутка его объехала. Под другую машину не успел. А трамваю деваться некуда. Вот он шел-шел и под него резко упал. Тело мужчины оказалось под трамваем и он погиб. Движение электротранспорта в сторону севера было заблокировано. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции, скорые, а также представители трамвайного депо. В данной ситуации экстренное торможение применил водитель. Все, что смог, он применил. Я еще раз говорю, потому что он не ожидал. Это не остановочная площадка, это проезжая часть. Движение свободное. Около 13 часов тело погибшего из-под трамвая достали. Движение электротранспорта было полностью восстановлено. Полиция выясняет причины произошедшего. Бесплатный Wi-Fi шагает по региону. И все благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Заработала она в области в 2015 году. За это время интернет стал доступен более чем в 100 малых населенных пунктов. Ребенок онлайн, он в городе сейчас. Я могу с ним общаться свободно. Либо я созваниваюсь по вайберу с ним, и мы с ним общаемся. Бесплатно. Бесплатно, да. То есть я плачу только за интернет, за Wi-Fi, либо от этой коробочки бесплатно все. Вот эта коробочка и была подключена в селе Преслониха по федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Радиус ее действия 100 метров. До прошлого года у нас здесь интернет был проводной. Приходила скорость сюда, на узел доступа, 2 мегабита. Вот эта вот программа позволила увеличить скорость узла доступа до 1 гигабита. Быстрый интернет не единственный здесь плюс. В радиусе 100 метров можно бесплатно воспользоваться любой соцсетью, пообщаться с родными, как Елена Зудилина, или оперативно оформить необходимые документы в госуслугах. На сегодняшний день в 110 населенных пунктов у нас оптика уже зашла. И в этом году будут подключены 36 малых населенных пунктов. По федеральной программе по устранению цифрового неравенства бесплатный Wi-Fi заходит в селы и поселки с населением от 250 до 500 человек. В рамках госпроекта бесплатный интернет в этом году придет в село Чувашский Калмайюр Чаждоклинского района, поселок Гимово Майского района и поселок Белое озеро Николаевского района. И еще 33 точки. А в 2019 запланировано подключить еще 63, где проживают более 30 тысяч ульяновцев. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Вдох глубокий, руки шире, а еще грация пластика и здоровый дух. День физкультурника отметили в субботу в стране и в нашем регионе. Отмечали не только спортивными упражнениями, но и говорили о ремонтах и строительстве новых объектов. На площади Соборная перед зданием регионального правительства играют в шахматы, занимаются фитнесом и соревнуются в силе мышц на необычных тренажерах. Сухая гребля, которая используется в кроссфит-соревнованиях. Она задействует различную мышечную группу нашего организма. Ну и в целом интересные соревнования проходят. Здесь же в ходе декады за доступную и качественную медицину акция для детей. Медицинскую площадку по традиции организовывает областная детская больница. Измеряем силы рук. С учетом возраста даем рекомендации. У кого меньше, у кого нужно позаниматься. Также мы определяем степень содержания кислорода в крови. Пульсоксиметром. Также мы определяем степень загрязнения легких. Также мы ведем осмотр и осанку смотрим. И плоскостопие. Ну это в рамках скрининга вот такого осмотра. И при выявлении нарушений даем рекомендации. Мероприятия начались с 10 утра. И мы здесь проводили соревнования по баскетболу оранжевый мяч. Это был легкоатлетический забег. Это были показатели выступлений боксеров. А как у нас великолепно занимаются люди, которые уже более старшего возраста. Они в парках у нас проводят свои зарядки. Занимаются скандинавской ходьбой. Вот это, наверное, и есть то самое главное, которое должно быть. Это вот путь к будущему. Путь к будущему в этот же момент обсуждают и в спортивной школе по боксу имени Липатова в Железнодорожном районе. В главном зале ФОКа идет большой ремонт. В августе 2016 года была открыта спортивная школа по боксу имени Липатова. И приобретено вот это вот здание, в которое проходит сейчас капитальный ремонт. В спортивной школе работает 14 тренеров. Занимает 142 человека. Ремонт ФОКа планируют завершить к ноябрю. Об этом главе региона Сергею Морозову отчитываются руководители спортшколы. Здесь же тренер по боксу из Димитровграда заявляет о планах по строительству нового боксерского зала в городе Атомщиков. У нас есть земля, у нас есть направленность, у нас есть проект, у нас есть разрешение на строительство. Но вот мы сейчас пытаемся как-то все это сделать, чтобы совместными усилиями появился этот зал в центре города. Следующая точка ДК Киндяковка. Стадион рядом с Домом культуры сейчас переживает не лучшие времена. Но совсем скоро за него возьмутся. Сразу два спортивных объекта будут приведены в порядок. Это стадионы «Локомотив» и «Мотор». Дмитрий Емельянов, Ксения Грищенко, Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. Тверская вертушка, пролаз. Плечевая стойка вниз головой и еще несколько десятков трюков в скором времени станут не просто предметом восхищения, а скорее целью, которую вполне реально достичь при должном желании и упорстве. Конный театр «Симбирск» готовится к своему открытию. Продолжит наш корреспондент. Конный театр «Симбирск» по своей сути объект уникальный – культурно-спортивный. По задумке организаторов, ребята смогут здесь не только приобщиться к одному из самых благородных видов спорта – конному, но и ближе познакомиться с традициями казачества, которые не один век копились на симбирской земле. Ну и что, конечно, самое главное – это все-таки вовлекать нашу молодежь для того, чтобы взращивать некую преемственность, восстанавливать преемственность культурную, традиционную. И мы считаем, что это такой формат, он даст положительные результаты, поскольку в других регионах есть уже такие примеры. До того, как этот проект выиграл в грантовом конкурсе, здесь была обычная свалка. А сейчас же идет работа над приведением площадки ко всем нормам безопасности. Но первые спортсмены появились здесь уже в конце июля. В седле они около трех недель, но многие уже уверенно держатся и даже пробуют выполнять отдельные элементы джигитовки. Помогают им в этом тренеры. Изначально было, конечно, сложно, потому что сложно было сформулировать то, что ты знаешь, и передать это другому человеку. Сейчас вроде уже как-то получается, потому что уже опыт есть. Вообще там неофициально тренирую я уже, наверное, лет 10, начиналось еще с Казани у нас. Нужно найти в первую очередь общий язык с человеком, с ребенком, потому что дети все понимают тоже по-разному. Одному нужно преподнести информацию так, другому иначе. Ну, в принципе, вроде у нас контакты есть со всеми детьми, все дети понимают, все прекрасно, очень быстро учатся. И буквально за эти три недели многие ребята научились самостоятельно управлять лошадью, ухаживать за ней, седлать и даже выполнять отдельные простые трюки. Но в данном случае важны не только способности к обучению, но и любовь к животным, а также конкретные цели, к которым стремится ребенок. Во-первых, большие, во-вторых, красивые, в-третьих, ну, в-третьих, что послушные. Хочу добиться, чтобы я до конца, ну, чтобы я все умела на лошадях, ну, кататься, там, галопом, рысью до конца, там, и все другое. Хочу. Сейчас клуб работает в полузакрытом режиме. Официальное открытие намечено на сентябрь. Предварительно выбор между Днем Знаний, Днем Города и Днем Казачества. Пока здесь всего три лошади. Кони Бакарди и Аргумент и Пони Марс. В будущем ожидается пополнение еще несколькими скукунами. Тогда клуб заработает на полную. Планируется, что занятия будут проходить в нескольких группах для ребят с разным уровнем подготовки и профессионализма. Антон Никитин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. И на этом эфир нашей программы подходит к своему завершению. А я прощаюсь с вами и желаю приятного вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов. В Ульяновске 12-14. Завтра днем по области 24-29 градусов. В Ульяновске 25-27. В лесах местами по области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.